Доброе время суток, дорогие друзья! С вами Типикал Блог, и сегодня мы разберем одну песню, которая уже несколько дней мучает меня в страшных снах. Погнали! Я долго думал, создавать ли для этого отдельную рубрику или нет, и пришел к выводу, что это, увы, не последний случай тупой песни, которая будет выгрызать мне мозг. Итак, новая рубрика «Артисты поют под фанеру». Позор на сцене. Не буду вас мучить, давайте перейдем ближе к делу. Сегодня мы рассмотрим с вами композицию, которая называется «Не торопитесь нас женить». Исполняют ее Юркис и Стефания Маликова. Впервые я увидел этот шедевр на золотом граммофоне, и просто забыл это как кошмарный сон. Но недавно наткнулся на ролик Поперечного, где он прошелся по этой песне и певцам в целом. Я решил глубже изучить эту песню и, возможно, даже найти в ней какие-то плюсы. При создании ролика я узнал, что эта тема уже форсилась в определенных кругах, но... У меня все тренды доходят с опозданием! Сразу предупреждаю, чтобы вас сильно не травмировать, я буду разбавлять ролики ставками миленьких животных, дабы стабилизировать ваше состояние. Итак, я решил, что рассмотрю эту песню с трех сторон. Хореография, вокал и текст. Давайте обговорим на берегу. Я любитель и высказываю лишь свое оценочное суждение. Никому его не навязываю, делайте свои выводы сами. Пока я говорю уступительные слова, вы уже насмотрелись на то, что происходит на сцене, и, думаю, сделали вывод по хореографии. Но я все же покажу вам несколько моих любимых движений. Знаете, мне это очень напоминает школьные годы, когда учитель музыки говорил, как вам надо двигаться на сцене, и чаще всего это выглядело неловко, но деваться было некуда. Но это еще ладно, давайте перейдем к вокалу. Обычно сложно оценивать вокал по фонограмме, но это не тот случай. Если у парня еще все более-менее, конечно, его грехи подтянули, эффектиков наложили, все по закону поп-музыки, но что происходит со Стефанией, это ужас. Говорят все мои подруги, что ты не любишь ходить в кино, что не читаешь журналы о моде, о, это все не мое. Я попытался воссоздать, каким образом достигался такой звук, и у меня получилось. Вот так звучал мой оригинал, я записывал его на одной ноте. Говорят все твои подруги, что ты не любишь ходить в кино. А вот так я потянул ноты до тех, что поется Стефанией. Говорят все твои подруги, что ты не любишь ходить в кино. Мне лень было наводить красоту, и это даже хорошо, ведь там в конце слышно подъезд к ноте. Он как раз получился из-за того, что я сдвигал ноты по тонам. Ну и давайте перейдем к тексту. Когда я слушал эту песню, меня от текста отвлекало вот все это недоразумение. Я решил просто перечитать, и у меня накопилась масса вопросов. Итак, перейдем к этим вопросам. Что за последняя строчка в первом куплете? Как она вообще связана со всем, что было до этого? Пусть нас женить, дайте просто нам дружить. Вместе мы нам хорошо, что вы лезете в окно. Нас не втарит... Кто лезет в окно? Родители, которые их женят? Это какие-то суицидальные наклонности? Или они типа подсматривают? Ну, зачем они подсматривают? У них какие-то проблемы с психикой или чё? Говорят все мои подруги, что ты не любишь ходить в кино. Что не читаешь журналы о моде, а это всё не моё. Сотни камер, что не день, фотосессия. В твоем списке двух Татлер и Эль. Твоя работа, твоя жизнь и профессия. Мне надоело, поверь. Судя по тексту, у них разные вкусы и друзьями они вряд ли будут. Ну, в общем, они уже всё сами решили. Ну, оставим этот выбор им. Ну, что я могу сказать в заключении? Очень жаль, что связи и деньги могут сделать многое. Ещё хотелось бы отметить, что мой ролик «Артисты поют живу 2» заблокировали из-за сцены с клипа Григория Лепса. Но я не отчаиваюсь. У меня уже есть мысли, о ком будет следующая часть данной рубрики. Но пока это всё в планах. А на сегодня всё. С вами был Типикал Блог. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. До встречи.